Собравшиеся в доме Атамбаева в селе Койташ сосредоточили все свое внимание на экране телевизора. Смотрели прямую трансляцию из зала заседаний Джигур Кукинеша. Не пропускали ни одного слова. Если народные избранники говорили об Атамбаеве то, что присутствующим не нравилось, они сидели молча. А если наоборот в парламенте кто-то заступался за бывшего президента, то они хлопали выступающему в ответ. Все ждали окончательного решения парламентариев. И вот депутаты проголосовали. Но не в пользу Атамбаева, причем с большим перевесом. Люди, собравшиеся в доме бывшего президента, посчитали это решение незаконным. Если Атамбаев действительно украл, чем в это время занимался парламент? Они свое время поддерживали Атамбаева. И смотрите, что они говорят сегодня. Как будто сами белые и пушистые. Мы требуем распуска парламента. Такому настрою, который царит в Сирекой Таш, депутаты не рады. Некоторые народные избранники на сегодняшнем заседании призывали людей не быть оружием в руках политиков. А другие обращали к самому Атамбаеву. Что я вам хочу сказать? Во-первых, была нарушена клятва, была попытка рассорить народ. Если нарушает Коран, ответят перед Богом. Если нарушает закон, то судьи вынесут решение. А если нарушил клятву, то будет проклят. Уважаемые кыргызстанцы, запомните. Тот, кто хочет разделить Чуйскую область, Арашан или любой другой регион, тот с легкостью продает свою родину. Предательство простить невозможно. А сейчас что? Пытаются защитить камнями свой дом. Вы только представьте абсурдную всей ситуации. Если Джусуп Абдрахманов, отгородившись камнями, пряча за спинами конников, защищает государство, поэтому мы должны быть на стороне народа, закона, государственности. Следующие шаги сторонников бывшего президента неизвестны им самим. Говорят, что будут наблюдать за дальнейшими событиями, происходящими в Белом доме. Не могут пока ответить даже на вопрос, что будет делать сам Атамбаев, если ему придет повестка. Примут решение, когда все сторонники бывшего президента соберутся вместе. Я еще не видел экс-президента, его реакцию. После окончания просмотра сторонники Атамбаева вышли из юрты, установленной на территории его участка. Чтобы каждый мог высказаться, на улице установили микрофон. Негатив звучал в адрес парламента. А в это время охранник напал на журналиста телеканала НЕКС-ТВ Джоудара Бузумова. Хотели выставить за ворота особняка Атамбаева. Чем были вызваны такие действия, никто не сообщил. Лишь после члены полицовета партии СДПК объяснили, что произошло недоразумение. Когда снимал на видео, двое мужчин в спортивной одежде подошли ко мне и начали скручивать мне руки. Они даже не спросили у меня, кто я такой. В итоге выставили за ворота дома Атамбаева. Но в этот момент меня увидели представители СДПК, которые знают меня. И остановили мужчин. Представители извинились. Я не держу никакой злости или обиды. Собравшиеся в доме Атамбаева, кажется, не скоро покинут здешние места. Кормят их по расписанию. А для тех, кто не прочь здесь же заночевать, привезли матрасы и установили двухъярусные кровати.